Штирлиц Границу может придать делу нежелательную огласку. Вся эта операция осуществлялась в обход гестапо. А разоблачение шлага после того, как он сделает свое дело, должно быть осуществлено по замыслу Шелленберга именно Штирлицем. Все последние дни до отъезда Штирлиц санкций Шелленберга готовил для пастора кандидатов в заговорщики. Это все были люди, ревностно служившие нацизму. Это, так сказать, заговорщики, которые посылают нашего миротворца-пастора Берна. Берг, Швальп, Нейбут. Это из ведомства Риббентропа. Краузе, Франдиц, Блютнер. Это люди Геринга из Люфтвахов. То есть я подбирал дипломатов и летчиков, чтобы они, соответственно, компрометировали и Риббентропа, и Геринга. Причем Швальп, человек Бормана. Это тоже неплохо в нашей игре. Доверенное лицо Бормана в меди. Грязный заговорщик. Все эти люди, кроме всего прочего, в разное время были завербованы гестапо, как осведомители. Хорошо. Это очень хорошо, Штирлиц. Это перспективно. Мюллера надо держать в узде, а это узда и крепкая узда. Хорошо, хорошо. Таким образом, мы компрометируем и у нас, и на Западе всех тех, кто ищет мирных контактов помимо нас. А там ведь четко разграничивают гестапо, Бормана и наш департамент. Да и у нас, когда мы разоблачим этот заговор, очень неплохо будет, если все преступники связаны с гестапо. Кофе? Пожалуйста. В этом поезде, курсировавшем по коридору Скандинавии и Швейцарии, теперь ездили практически лишь одни дипломаты. Штирлиц имел место номер 16. Место номер 46 в следующем вагоне занимал профессор из Швеции с обыкновенной скандинавской фамилией Сведеборг. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok А настоящий кофе здесь дают по первому требованию только тем, у кого чужой паспорт. Да? А мне дали. Второй раз. У меня есть коньяк. Хотите выпить? Спасибо. У меня тоже есть коньяк. Зато вероятно у вас нет салями. У меня есть салями. Значит, мы с вами хлебаем из одной тарелки. В каком вы звании? Я дипломат. Советник третьего управления МИДа. Значит, это вас все проклинают. Во всем виноваты именно вы. Почему? Потому что вы определяете внешнюю политику. Потому что это вы довели до войны на два фронта. Просит. Просит. Вы Мекленбуржец? Да. Как вы узнали? Попрост. Все северяне экономят нагласных. Это правда. Скажите, я не мог вас видеть вчера в Министерстве авиации. Нет. Я там не был. Штирлиц был там вчера. Он подвозил к Министерству авиации пастора Шлага. Странные свойства моей физиономии. Всем кажется, что меня только что где-то видели. А вы стереотипны. Похоже на многих других. Это хорошо или плохо? Для Шпиков, наверное, хорошо. А для дипломата, видимо, плохо. Вам нужны запоминающиеся лица. А военным? Военным? Военным сейчас надо иметь сильные ноги. А как в смысле головы? При чем тут наша голову? За нас думают. Мы лишь исполняем. Ноги важны. Ноги. Чтобы вовремя сбежать. Вы не боитесь так говорить с незнакомым человеком? Так вы не знаете моего имени. Это очень легко установить. Поскольку у вас очень запоминающееся лицо. Да? Черт. Мне всегда казалось мое лицо самым стандартным. Ну, все равно. Пока вы напишите на меня донос, пока не найдут второго свидетеля, пройдет время и все будет кончено. На скамью подсудимых нас будут сажать те, а не эти. И в первую очередь вас, дипломатов. Вы убивали, вы уничтожали, вы сжигали. Мы выполняли приказ. Жгли СС, мы воевали. А что, изобрели новый способ воевать? Не сжигая и без жертв? Война так или иначе необходима. Не такая глупая, конечно. Это война дилетанта. Он решил, что можно воевать, не обучаясь в академии. А так, по наитию. Он решил, что он один знает, что нам всем нужно. Он решил, что он только один любит Великую Германию. А мы все только и думаем, как бы ее продать пархатым большевистским казакам. Вы что? Пархаты и казаки. Это что-то новое. Я такого не слышал. Ого! От красных можно всего ждать. Впрочем, от американцев тоже. Я с ними воюю год. Этих болванов погубит их же техника. Они думают, что войну можно выиграть одними бомбежками. Просто. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...